Главная спортивная новость этой субботы. К разочарованию наших болельщиков, Кубок Конфедерации FIFA продолжится без участия сборной хозяйки. Национальная команда России уступила Мексике в третьем матче группового этапа на стадионе в Казани. Счет открыли первыми, но затем дважды пропустили в свои ворота и в итоге не смогли выйти в раунд плей-офф, куда попали мексиканцы и португальцы. Об итогах этого матча расскажет Данила Махалин. Данила Махалин. Большую часть своих матчей на турнире здесь проводила сборная Мексики. Сначала против Португалии, теперь против России. Потому толпы латиноамериканцев на улицах Казани – картина, к которой за время Кубка многие привыкли. Нам очень нравятся жители Казани. Атмосфера в городе просто замечательная. Они очень гостеприимны и воспитаны. Классный город, красивый и чистый, хорошая инфраструктура. Где-то даже не уступает московской. С нетерпением ждем игры и встречи с российскими болельщиками. Алькуль, 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 алькуль. Правда, на сей раз мексиканцы, приехавшие в Казань в количестве около 3-4 тысяч человек, в этом отношении с фанатами сборной России по понятным причинам соперничать не могли. Так как на каждое сомбреро приходилось несколько российских триколоров. Все супер, очень все нравится. Казань нравится. Само мероприятие, то есть то, что здесь уже присутствуем, уже атмосфера очень хорошая. Сегодня дадим бой, сегодня будем поддерживать команду, гнать ее вперед. На всех парах мы сила, и мы сегодня победим. Болельщики будут поддерживать команду. У кого удар как пушка, это Тихонов Андрюшка. Вперед, Россия! Поддержка команде Черчесова была обеспечена на арене «Аншлаг». На игру попал и тот самый болельщик из Казани, 20-летний страдающий церебральным параличом Дмитрий Корчагин, которого сборная пригласила сначала на тренировку, а потом и на сам матч. Футбол это прежде всего атмосфера, то есть энергия, которая исходит от болельщиков. Я ей вдохновляюсь. В результате 42 тысячи зрителей на стадионе увидели эмоциональный футбол, в котором сборная России была вправе рассчитывать на победу. И первый тайм остался полностью за хозяевами. Много моментов, комбинаций, ударов по мексиканским воротам и, как следствие, гол Самедова. Но, по сути, единственная ошибка в первой половине и 1-1 к перерыву. Тайм второй тоже начался с атак россиян. Выстрелы Смолова, Ерохина. Все перечеркнула ошибка Игоря Кенфеева и Виктора Васина, которая привела ко второму, крайне обидному голу Мексики. А следом красную карточку за удар локтем в лицо получил еще и Юрий Жирков. Тщетные попытки отыграться, увы, ни к чему не привели. Поражение 1-2. Россия расчаровала, как обычно. Гоняю по выездам 20 лет. Во Франции был, в Бразилии был, в Польше. Итог всегда одинаковый. Надо просто приходить на игру, смотреть игру, получать у нее удовольствие. Если абстрагироваться от команды, было очень здорово, эмоционально. И, надеюсь, все получат удовольствие от самого праздника, как у Курсидораса и будущего чемпионата мира. Итог для сборной России абсолютно неутешительный. Три матча, одна победа и два поражения. Третье место в группе и не выход в полуфинал Кубка Конфедерации. Данил Махалин, Владимир Кальский, Умар Тускаев, Вести, Казань.